Виталий Добрусин уже много лет изучает судьбы людей, которые так или иначе связаны с запасной столицей. На эту тему он выпустил уже два издания. Главные герои – музыканты и артисты, которые работали в Куйбышеве в военные годы. Последние 10 лет писатель занимался поиском артиста Большого театра Владимира Кудряшова, который в 41-м году приехал в Куйбышев в одном пласткартном вагоне с композитором Дмитрием Шестаковичем. В запасной столице артист балета находился до августа 43-го. Виталий Добрусин нашел артиста совершенно случайно, наткнулся на упоминания в московской спортивной газете. Писатель связался с автором статьи, а тот подсказал, как найти Владимира Кудряшова. Я очень боялся звонить, потому что, понимаете, дело в том, что, ну что такое живая легенда, человек, которому 28 июня исполнилось 97 лет. Опасения оказались напрасными. Владимир Кудряшов живо отреагировал на звонок и поделился сокровенными воспоминаниями. В том числе и о приезде в Куйбышев Дмитрия Шестаковича. Я был уверен, я писал об этом, как Дмитрий Шестакович с 22 октября 1941 года вместе со своей женой Ниной Васильевной, дочерью пятилетней Катей и сыном трехлетним Максимом приехал в Куйбышев, как это было на железнодорожном вокзале. Я это описывал, я живо это представлял, поскольку он ехал в одном отсеке, в одном плацкарте вместе с Шестаковичем и рассказывал уникальные подробности, как они неделю добирались из Москвы, с Казанского вокзала до Куйбышева, то никакой Нины Васильевны рядом не было. Родственники приехали позже. Пути поезд пропускал военный эшелон и несколько раз останавливался в степях. Артисты выбегали, чтобы укрыться от вражеских бомбежек. По приезде в запасную столицу их поселили в школьные классы, где одновременно в каждом жили по 20 человек. По 40 минут они добирались до площади Куйбышева и весь день до ночи трудились в театре. Сборы от билетов за спектакли уходили на поддержку советской армии. Владимир Кудряшов поделился с Виталием и воспоминаниями о премьере Седьмой симфонии, во время которой он сидел на галерке и наблюдал оглушительный успех – неутихающие овации. В запасной столице переплетались судьбы. Во время ранения в Куйбышевском госпитале лежал Алексей Моресьев. Летчику медики поставили однозначный приговор, но он с ним был не согласен. Алексей Моресьев был знаком с артистами Большого театра и любил заглядывать к ним на репетиции. Ему артисты Большого театра сказали, если хочешь в совершенстве овладеть протезами, тебе нужно учиться танцевать. И они ему помогали учиться танцевать. Потом его в итоге восстановили, дальше уже в санатории Чкалова нашем, только он тогда по-другому назывался, и он оттуда вернулся на фронт. И не просто вернулся, будучи безноким летчиком, он сбил семь вражеских самолетов и стал героем Советского Союза. Это лишь малая часть воспоминаний заслуженного артиста РСФСР Владимира Владимировича Кудряшова. В воззримом будущем писатель и драматург Виталий Добрусин планирует снять о нем фильм, который войдет в цикл «Самарские судьбы». А уже в эти выходные 12 и 13 сентября в 11 часов он поделится интересными фактами на площади Куйбышева. Мария Левина, Максим Гусев, События.